В парке героев у Кургана Бессмертия состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра. В этом году мы планируем также трудоустроить около 950 молодых людей. Конечно, летом ребята будут трудиться в детском оздоровительном лагере Ленок. Это будут педагогические и сервисные отряды, причем все три смены. Также наши ребята летом будут на предприятии Савушкин Орша. И наши ребята уже в осенний период будут трудиться на филиале Тепличный, как обычно. Много сельскохозяйственных отрядов у нас сформируется на базе филиала. Ну и в принципе мы стараемся приложить все усилия для того, чтобы наши ребята могли трудоустроиться в летний период, в осенний период. Потому что это уникальная возможность для молодежи Оршанщины. И заработать свои первые деньги, конечно же. И обрести новых друзей, может быть первую любовь. Ну и конечно же новую профессию, новую специальность. Потому что многие ребята будут работать совершенно не по той специальности, на которую обучаются. Но сегодня мы решили сделать такой праздник для наших ребят, для сводных студенческих отрядов колледжей и лицеев. Сегодня они получат путевки в трудовое лето. И сегодня им скажут теплые слова, слова на путстве. И второй секретарь областного комитета БРСМ, и представители Оршанского райисполкома, и конечно же мы, районный комитет БРСМ. И после уже торжественной части, мы пригласим всех ребят на турнир по боулингу, где они также смогут немного отдохнуть, познакомиться, чтобы им было интересно и приятно работать в этом трудовом лете 2022. Студотрядовцев поприветствовали и вручили путевки в трудовое лето начальника отдела идеологии по делам молодежи Оршанского райисполкома Елена Русакова, второй секретарь Витебского областного комитета БРСМ Жанна Норицына. И как она отметила, в этом году сформировано в области более 20 студенческих отрядов. Бойцы студенческих отрядов на сегодняшний день работают в оздоровительных лагерях, на стройках, в сельском хозяйстве, помогают лесхозам. Студенческий отряд Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова на данный момент принимает участие в республиканском педагогическом проекте и работает в Национальном детском образовательно-здоровительном центре «Зубрёнок». Также наши два студенческих отряда сейчас трудятся во Всероссийском детском центре «Орлёнок», это Российская федерация «Краснодарский край». Ребята там работают вожатыми, работают уборщиками пляжев, помогают на кухне, работают матросами-спасателями. Также очень приятно, что бойцы студенческих отрядов из Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова, из Витебского государственного технологического университета, из Полоцкого государственного университета будут принимать участие в таких республиканских проектах, как «Атлант-2022» и «Автозаводец-2022». Ребята будут на «Атланте» заниматься сбором бытовой техники и также будут работать на конвейере Минского автомобильного завода. И, конечно, отрадно еще, что по итогам международного конкурса наши лучшие студенческие отряды из Полоцкого государственного университета будут принимать участие и работать в международной студенческой стройке «Кузбасс». Также наши ребята будут трудиться на объектах космодрома «Комсомолец» и также уезжают в Якутию трудиться на всероссийскую молодежную студенческую стройку. Закончилась торжественная церемония возложением цветов к вечному огню. «Комсомолец» Сергей Бойко, Алексей Цыбульский, телекомпания «Скиф». «Комсомолец» «Кромсомолец»